На самом деле я хотел просто обсудить, отрефлектировать некие результаты наших семинаров, наших усиленных штурмов. Зачем мы вообще это делаем и к чему стремимся? Для начала я просто хотел поговорить о том, что такое метод философии, потому что это тема важная и из него просто следует, если мы знаем и правильно понимаем, в чем состоит метод философии, из него следует способ, каким мы должны, ну как бы не то, что должны, а можем в философии быть эффективными, то есть философия достигает каких-то результатов. Ну вот для того, чтобы понять, что такое метод философии, мы обратимся, думаю, если тут физики, что такое метод физики, допустим, метод физики или метод математики, или вообще в каких-нибудь естественных науках, естественных, там, и даже может в некоторых науках типа филологии, как бы вот что такое метод? Метод это некая отдельная, некая отделяемая, лучше говорить, да, от самого предмета вещь, некоторый способ, да, работы с предметом. То есть вот есть как бы сам предмет, предметная область, да, по отношению к которому исследователи используют метод, а есть метод, с помощью которого исследователи, наверное, эту предметную область изучают. Так вот во всех этих науках, если обратить внимание, то все эти методы более-менее отделяемы от самого предмета, и более того, даже можно и одни методы, допустим, методы физики переносить в какие-то другие науки, да, то есть как бы есть некое взаимозаменяемое, взаимообогащение методами. И на этом основании как бы можно говорить действительно о том, что такая наука как методология возможна, поскольку методы можно отделить, изучать отдельно, да, и можно составить некий список, там, или некий конгломерат методов и изучать их, и это независимо от того, от их области применения. Так вот, если мы теперь обращаемся к философии, то вот подобного рода метода не существует. Конечно, философия точно так же может использовать методы других, там, да, там, будем изучать этот текст, там, использовать филологические какие-то методы, анализы, каких-то там структур, там, пытаться что-то понять, да, или там использовать, там, я не знаю, там, насколько это эффективно, там, экспериментальные методы, там, что бы это значило в философии, не очень понятно. То есть, как бы пытаться и приспособить, или математические методы, да, приспособить эти методы к своему предмету. Но в чем проблема с этой философией? Что у философии токнутые предметы или нет? Ну, что такое философский предмет? В свое время философия представляла собой, как бы, собрание всех навыков. Говорили о философии, имели в виду просто мудрость вообще, как бы, и занимались этой мудростью во всех ее видах. Ну, в том числе и физика, и там, и этика, и математика, все это касалось философии. Но когда возникла специализация неизбежная, да, в силу накопления знаний, то у философии все предметы, какие у нее существовали, разобрались, да, у нее, как бы, собственно, предмета, вот, предметной области почти не осталось. То есть, иногда предметной области философии считают мышление, да, как таковое. Иногда в предметную область философии вводят, допустим, там, этику, да, или, там, какие-то предельные понятия, предельные основания. То есть, иногда, как бы, говорят о сознании, да, там, иногда, да, и это, говорят о рефлексе, там, о каких-то, там, структурах, да, познавательных. То есть, в принципе, как бы, пытаются иногда найти какие-то методы, и какие-то, это какую-то предметную область. И всякий раз, когда эту предметную область находят, пытаются также и организовать методы. Но на самом деле, по сути, если мы будем, будем честными, то у философии нет какого-то предмета, да, и она, как бы, повисает, непонятно, в безвоздушном пространстве. Что бы тогда могло быть и ее методами, да, если у нее нет предметов. С другой стороны, мы понимаем прекрасно, что все-таки философия методична. То есть, нельзя сказать, что философия – это просто некая, как бы, интуиция, да, некая, так сказать, только вдохновение, да, вот как в искусстве, да, вот есть вдохновение и все там. То есть, как бы, в искусстве, даже в искусстве надо признать, что есть некая техника, да, как бы. В философии, конечно, присутствует некая техника, да, надо что-то уметь, что-то знать для того, чтобы философствовать. Но не все равно вот эту вот технику, как вот в искусстве есть, допустим, техника рисования или техника лепки, ее же нельзя назвать методами. Это просто нечто, как бы сопровождающее процесс философства. Так вот, к чему я хочу привести? Я хочу привести к тому, что если обозреть те методы, которые у нас в процессе развития философии выработались, допустим, метод сократовского упрошения, или взять метод, трансцендентальный метод Канта, вот хороший метод, или георитический метод Гейгель. То есть каждый раз, когда возникало какое-то красивое слово для нового метода, выяснялось в итоге, что на поверхность, что если пытаться его излагать, то излагать-то нечего. Ну вот, допустим, работал когда-то Канта, он придумал трансцендентальный метод, да, и с помощью этого метода попытался, там, изложить свое видение философии. И что? После него кто-то этим методом пользовался, и может его ясно и четко изложить, в чем он состоит? Нет, конечно, я понимаю, можно прочитать Канта, там, найти там, в чем, как бы должен был бы состоять этот метод. Но, тем не менее, после Канта никто этим методом не пользовался. Был один Канта, но у него был свой личный какой-то метод, трансцендентальный. То есть так же с философией Гегеля. У Гегеля есть некий свой метод. И после того, как Гегель его как-то использовал, как-то его понимал. В чем он состоит? Он даже излагал иногда, пытается излагать, в чем он состоит. У него какой-то, там, можно сказать, диалектический метод или спекулятивное мышление, да? И что? Гегеля не стало, никто толком не понимает, в чем этот метод составил. Изложить не могут. Или вот Гусер, допустим, у него там есть метод. Это феноменологический метод. Ты что? Стоило только Гусерлю превратить свои исследования, в общем-то, феноменология сошла на ней. То есть она как бы присутствует как-то, но никакого конкретно гусерельского феноменологического метода нет. На самом деле метод философии, если так вот присмотреться к тому, как она развивается, это и есть сам человек, сам философ. То есть, собственно, философ в полноте своих человеческих качеств, да, в которые включается и качество мыслящего субъекта, и качество ощущающего, качество, ну, целая ценность, полнота человека. Вот это и представляет собой собственный метод философии. И поэтому, если мы говорим о методе философии, то это такой метод, который невозможно отделить от самого человека, который невозможно как-то эксплицировать. Именно поэтому, как бы, когда в философии возникают какие-то разговоры о методе, например, о трансцендентальном методе, эти разговоры, они ни к чему не приводят. И возможно в точности понять, в чем этот метод состоит. Вот если, например, физика излагает какой-то метод, да, этот метод может быть достаточно просто изложен, как бы, и другой человек может его повторить. Как он проверит, соответствует ли этот метод тому, что он делает? Он может просто проверить в эксперименте. То есть, если изложен, допустим, некий эксперимент, да, и он указывает, написано, как надо поступать, чтобы дойти до определенного результата. Другой человек, это последовательность действий совершает и доходит до результата. В философии разве можно найти некую, разве можно объяснить, в чем состоит цепочка для того, чтобы дойти до некого результата? Нет, можно, конечно, на некоторую мысль навести. Да, можно говорить о том, что надо мыслить, в каком направлении логически прививаться. И, тем не менее, несмотря на всю прозрачность, казалось бы, логики, возникают бесконечные какие-то трудности непреодолимые, да, взаимопонимания. А почему? А потому что, как бы, метод, каким другой человек тебя понимает, он является его собственным. У тебя один метод, да, ты пытаешься с помощью своего метода объяснить, что ты хочешь сказать, а другой человек понимает с помощью своего метода. И часто эти методы, может быть, даже несоизмеримы. Получается, взаимопонимание лежит просто в основе изначального способа, какие методы философские существуют. И первое, если, как бы, отталкиваться от того, что такой метод, да, как бы, я, на самом деле, этой позиции давно уже держусь, я просто однажды понял, что бессмысленно, как бы, изобретать какие-то методы, ну, просто самосовершенствоваться в смысле всех своих человеческих достоинств, то есть совершенствоваться во всех отношениях, да? То есть их отношения нравственными, в отношения, там, и биологическими, в отношения, там, культурно, во всех. Потому что все имеет значение. Вот, если мы понимаем, что цельный философ, или, лучше говорить, цельный человек, философия является методом, то тогда мы понимаем, что такое наши семинары. Потому что наши семинары – это в некотором отношении, как бы, вот, воплощение вот этого понимания. Что это такое? Смотрите, каждый из нас является неким методом, да? Каждый из нас, этот метод не может, конечно, эксплицировать, он не может сказать, о чем он состоит, но он сам по себе, поскольку он есть, представляет метод. У каждого из нас есть какие-то свои, какие-то особенности, да? Особенности того, как он строит, допустим, свою мысль, особенности того, как он переходит от одного к другому, особенности некого постижения, интуиции и прочих особенностей. Но мы вместе собираемся для чего? Мы вместе собираемся для того, на самом деле, чтобы поделиться тем, что каждый из нас с помощью своего метода достиг. Вот, допустим, я получаю какой-то результат в результате размышления от философии Гегеля или философии Канта. Я этот результат пытаюсь, как бы, до вас донести в том смысле, как... Вот, естественно, я этот результат понимаю по-своему, как бы, у себя. Но я пытаюсь до вас донести, чтобы разделить с вами некие уже результаты, да? Чтобы, может быть, дальше вы, как бы, не тратили время, допустим, на какие-то вещи, а просто могли бы уже двигаться с какого-то уже стада. То есть, в каком-то смысле, если вы мне доверяете, да, как вы, если доверяете, что я могу, допустим, понять какие-то вещи. Ну, во-первых, у вас есть собственный метод для того, чтобы это оценить. Но, тем не менее, вы можете уже, как бы, это использовать для своей дальнейшей работы философски. Соответственно, с другой стороны, я, когда слушаю, допустим, Мегерель, там, другие какие-то доклады, да, я точно так же, на самом деле, в этих докладах вижу нечто, как бы, да, что помогает мне, да. Во-первых, с точки зрения экономии времени, да, потому что я узнаю что-то новое. А с другой стороны, в смысле того, как еще можно работать над этими вещами, над какими-то объектами. Вот когда еще, кстати, надо добавить, что я говорил о том, что у философии нет своего объекта. Дело в том, что вот, если философ является методом, да, то он, как бы, является методом для любого объекта. У философии нет своей предметной области, своего объекта не в том смысле, что, как бы, она вообще и нечего заниматься. А у нее нет этой предметной области и объекта в том смысле, что она может сделать объектом своего рассмотрения любую предметную область, любой науке. Вот все, что интересно человеку, может стать его, может быть исследовано с помощью его метода. У меня есть метод, мне, допустим, интересно, допустим, католицизм, но у него есть некий собственный метод, да. Этот метод неэксплицируемый, он просто, он некий, живой, воплощен в живом человеке, да. Вот он направляет этот метод, допустим, на этот опыт, всему она интересна и пытается что-то здесь проанализировать. Получается, не получается другой разговор. Это раз. С другой стороны, что еще важно? Еще важно то, что человек так устроен, что он никогда не понимает все быстро. Большое заблуждение, как бы, что человек может все, да. Вот, что-то он прочитал, что-то он, якобы, понял, как бы, да, и сразу достиг результата. На самом деле, как бы, здесь есть постоянное движение, вот, проб и ошибка. Делаешь некое вбрасывание. Допустим, я делаю доклад на нашем стойме, да, делаю некое вбрасывание. Это не значит, что в этот доклад является, там, вот, истина, там, которой я сам даже придерживаюсь. Это некий именно набросок моего метода, да, вот, моей цельности на некую проблему. Вот, философия Гегеля, да, как она мне увиделась в каком-то вот разрезе, допустим, вот, я две недели, там, очень плотно, там, занимался этой философией, да, и вот как у меня что-то сложилось. Это не значит, что это окончательная картина, потому что картина, она изменяется со временем. Точно так же, когда Игорь, допустим, докладывает, вот, мы, допустим, эстетикой, которую почему-то, как бы, народ не любит, да, на самом деле, что, очень неправильно, потому что понятие формы-то как раз очень хорошо показывается на примере эстетики, да, что это такое форма, как она работает. Так вот, мы же эстетики-то занимаемся, ну, наверное, десяток лет, если не больше, одно и то же, постоянно мусируем. Почему? Потому что это нечто, да, вот, нечто, которое постоянно требуется воспроизводить, да, это нечто, вот, некое построение, которое постоянно дополняется некоторыми возможностями, в силу того, что мы постоянно растем и все-таки взаимообогащаемся. Такая же вот, это, такая же тема, вот, я занимался, допустим, крестьянство, вот, особенно, когда мы там двигались в этом процессе, было же очень много взаимопересечений. Да, я делал доклад, Игорь делал доклад, там, то есть, здесь очень важно, вот, как бы, вот, вступить в некий процесс взаимообмена. А взаимообмена, почему это важно? Потому что другой человек, ему не имеет той возможности тех методов, которые имеет, например, я человек. Вот, например, я имею возможность каких-то методов, вот, я могу их использовать, а другой человек, к нему доступа не имеет. Поэтому надо делиться. С другой стороны, я не имею доступа к тем методам, которыми вы обладаете. Потому что, если каждый человек есть метод, да, то получается, что, на самом деле, интересно, как он посмотрит, его взгляд на, как бы, на то, о чем говорит, на некий предмет, там, вот, допустим, берем гигель и изучаем, да, вот, его взгляд на гигель. С другой стороны, понятное дело, что, как бы, для того, чтобы быть методом, да, и методом интересным, надо, все-таки, самому развиваться, да, надо, все-таки, достигать некого уровня. Надо быть просто, ну, этот уровень удерживать. Это тоже не так просто. Это, чтобы удерживать этот уровень, надо постоянно, как бы, напрягаться, что-то делать, там, что-то изучать. И вот, возвращаясь, опять же, к обсуждению наших семинаров, я хочу еще пояснить, почему у нас вот есть некая гонка, да, если так можно выразиться, да, вот, ну, казалось бы, вроде как, постоянно там сейчас стали много-много семинаров, ну, не семинаров, потому что, говорит, докладов, как бы, слушать, да. Потому что, мне кажется, что философией изначально является все-таки устной практикой, да, вот я много, как бы, занимаюсь философией, да, я потом в конце еще расскажу про свои методы личные, да, как бы, ну, связанные, как бы, вот, скорее не методы, а технические способы, да, философские, да, что, как бы, можно использовать для того, чтобы свое философование сделать более эффективным, да, как бы, а... А что ты тогда как-то там становишься-то? Ты хотел вас напугать, что ты, мне кажется, только начало, а не конец, нет, 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 забился с мысли, надо же, бывает такое, круто. Ну, переходи тогда по-моему, своим личным методом. Ну, давайте тогда расскажу о своих личных методах, а может, потом, по-моему, здесь исполнить. Личные методы. Вот, прежде всего, как бы, ну, этот метод использовали и древние, и там, и, ну, новый хвост, это метод, метод ходьбы. Не знаю, каким образом, но почему-то именно ходьба, да, вот, именно прогулки, они связаны с тем, что проясняется голова. То есть, ходить лучше всего на свежем воздухе, конечно, то есть, хождение на свежем воздухе. Как-то, вот, когда-то в свое время Игорь мне рассказывал о том, что, я удивлялся, я как-то с Игорем обсуждали, почему, когда приседаешь со штангой, как бы, как голова сильно приснется. Есть какая-то связь между двигательной моторикой ног, да, и, как бы, вот, ясностью головы. Это, вы заметили, как мне кажется, впервые, перипатэ, да, она называется этим словом, потому что перипатэ, вот, это буквально означает, как-то, ходить. То есть, они, вот, как бы, ну, совершают свое философство с ними в некой ходьбе, да. Здесь, вот, есть некая, как бы, связь между физиологическими особенностями людей, да, и необходимым результатом эффективности. Если люди хотят получить действительно эффективный метод продвижения философии, то надо поступать так. Как бы, надо, вот, берешь, какой-нибудь, почитал какую-нибудь часть тракта, там, возникла какая-то, там, ну, примерно, какой-то, там, зацепка, там, мысль, там, либо, там, некое интересное, нечто интересное, что хотелось бы обдумать. Одеваешься, уходишь на улицу, ну, и гуляешь, там, в течение часа. В чем состоит техника философствования в этом? Не просто надо молча гулять, да, надо, как бы, постоянно задавать себе вопросы. Так вот уж устроено, наверное. Об этом также пишет, например, это нитший характер. Да, вот, задаешь себе вопрос, как бы, и прислушиваясь к этому вопросу, ходишь, покытаешься дать себе ответ. Это делать это надо лучше, это делать, это не про себя, а вслух. Ну, то есть, как бы, задал вопрос, вслух, и вслух отвечаешь. Тогда возникает некая моторика, да, я речевая, она помогает настроиться на движение мыслей. Разные темпы ходьбы, если темп ходьбы быстрый, как бы, то не удается подстроиться, надо подстраиваться. Сначала темп ходьбы замедляешь, начинаешь с медленной ходьбы, и, наоборот, снижаешь темп ходьбы, именно в расчете на то, что, как бы, надо подстроиться под мысль. Если, как бы, подстроился под нее, потом уже темп ходьбы уже будет, просто, ну, вровень смыслов. Об этом, вот, если, это вы, там, мне не доверяете, можете почитать, уничтожь вам об этом. Да, ясно. На себе это пропал, в принципе. Да, это эффективный метод, как бы, это просто, буквально, техника, да, вот, как бы. Другая техника, вот, мы читаем тексты, допустим, вот, я, вот, я читаю тексты. Я всегда замечал, что, как бы, что к тексту надо относиться, относиться, вот так, так сказать, что нельзя просто текст читать. Вот, очень много людей просто читает текст, допустим, считают Кант, становятся кантианцами, читают Бердяевы, становятся поклонниками Бердяевы, читают Гегель, становятся гегельанцами и так далее. В чем тут проблема? Проблема состоит в том, что надо по возможности максимально сопротивляться текстом. В чем это составляет? Надо пытаться то, что говорит автор, опровергнуть. Причем не из каких-то злобных побуждений, да, потому что так уж устроено наше мышление, да, для того, чтобы его активизировать, да, для того, чтобы работало наше мышление. Не просто мы читали текст, да, не просто мы были пассивными, да, там, поглощателями некой информации. Для того, чтобы возникало вот именно напряжение мысли, необходимо ее создавать. То есть необходимо сопротивляться тексту. Необходимо пытаться, как бы, найти какие-то, ну, я не знаю, я это называю, найти ошибки, да, там. Ну, кому-то не нравится такое возражение. Просто можно пытаться сопротивляться, пытаться искать какие-то возражения, да, там, пытаться искать какие-то варианты. Для чего это нужно? Это именно для того и нужно, чтобы понять, во-первых, при всем читаемый текст. Ведь что такое читаемый текст? Это некий, как бы, автор всегда излагает некую свою одностороннюю точку зрения. Но ведь мы уже понимаем, на самом деле, что, ну, и этому философия, и историю философии учат, что точек зрения может быть много. И надо пытаться, как бы, настоящий философ, он никогда не рассматривает одну точку зрения. Он всегда рассматривает все возможные точки зрения, да, вот как в логике существует. Много вариантов, да, допустим, по крайней мере, два, да, которые противоречивают друг другу. Надо постоянно держать в уме много вариантов отношения к некому предмету или объекту исследования. Если мы читаем текст и там видим некую одностороннюю точку, надо пытаться понять, а почему другая позиция не верна. Допустим, если мы читаем карту, там, у него там рассказывается в априорных форумах. А надо пытаться понять, а почему так, обязательно так надо думать, а почему, чем плохо, так сказать, наивный реализм. То есть каждый раз надо пытаться исследовать все возможные точки зрения. Это понимал, например, очень хорошо Гигель. Вот его общий метод философствования состоит в том, что он всякий вопрос, всякую проблему изучал со всей возможных точек зрения. И у него вот этот подход к исследованию, он вошел даже в его систему, да, у него философия представляет, он же как говорит, Он говорит, что вот можно рассматривать философию как некий конгломерат мнений, да. Одно мнение противоречит другому. И нет никакой истины, да. А можно подходить к вопросу философии с точки зрения того, что каждая философия представляет собой некую часть истины. И вот он вторую точку зрения развивал в том смысле, что из всевозможных философий можно создать некую целостную систему, некую тотальную систему, в которой все остальные философии будут являться основными частями этой системы. И этот способ философствования является очень эффективным. Почему? Потому что мы в этом случае исследуем, как вот самые вот незаинтересованные, как бы неангажированные исследователи, все возможные точки зрения, да. Мы исследуем вопрос с одной стороны и с другой. Мы исследуем вопрос и в одном направлении, и в другом. И даже в том направлении, которое даже нам не нравится, может быть. Вот, допустим, для того, чтобы понять какую-то точку, одну точку зрения, как это лучше сделать, да. Вот я просто, опять же, поясняю этот вопрос. Надо попытаться понять, в чем состоят границы этой точки зрения, где начинается другая точка зрения. Ведь на самом деле, для того, чтобы узрить целое, недостаточно сидеть внутри и это целое изнутри только осмотреть. Иногда надо выйти и посмотреть на это целое снаружи, попытаться встать на другую точку зрения, да, и посмотреть, что же это целое собой представляет с другой точки зрения. Вот, допустим, как я выступил, допустим, вот философия Канта. Если ее изнутри смотреть, то, как бы, немного странно, непонятно, да, как, что и как там взаимосвязано с друг другом, да, как там мысль развивается. С другой стороны, а если теперь выйти и посмотреть их глазами Гегеля на философию Канта, то возникает некое понимание, да, потому что Гегель, это как философикант, смотрит некой целостной точки зрения. Теперь, с другой стороны, наоборот, философия Гегеля с позиции философиканта смотрится тоже с определенной точки зрения. И, наоборот, у меня еще и своя личная позиция существует на обе эти системы. И вот надо постоянно менять свою позицию, да, субъективную, и перемещаясь, как бы, исследовать, ну, как бы, реальность, или, там, если мы говорим о текстах, тексты, с разных позиций. И только в этом случае действительно обретаешь настоящую свободу. Ты можешь спокойно говорить о любой философии, ни в коем случае не будучи ей ангажирован. Потому что нет ничего хуже для философа, чем быть ангажированным, чем быть кантианцем, гегельянцем, там, или кем бы то ни было. Надо быть самим собой, поскольку каждый из нас представляет некий метод. Не надо, как бы, пытаться, там, стать, и подражать какому-то другому философу. Самое-то интересное, что все эти кантианцы, гегельянцы и так далее, они философию ни Канты, ни Гегель, толком-то не знают. Как правило, если, ну, я просто, как бы, не первый день, условно говоря, философию, как правило, если сталкиваешься с гегельянцем, он Гегель вообще не понимает. Почему? Ну, потому что он читает Гегеля и не видит. Он просто не видит, о чем идет речь. Почему? Он не пытался никогда противостать Гегелю, он не пытался посмотреть на ту философию с позиции другой философии, он никогда не пытался, как бы, посмотреть на это, как бы, снаружи, да, что называется, будущее уже не гегельянца. А поскольку, а я ведь был долгое время, двигался к философии Гегеля и даже иногда называл себя гегельянцем. Но не в том смысле, что я никаких других истин не знал, а в том смысле, что, как бы, мне философия Гегель казалась, как бы, непровежимой, как бы, я не видел в них никаких проблем. Но, тем не менее, я постоянно выходил вовне, да, я пытался на философию Гегеля, там, смотреть из позиции Кантовской и Каилль, гиггерские философии, там, философии, там, постмодернизм, с какой только точки зрения не пытался встать. И все равно мне не удавалось к ней подойти, потому что слишком, может, казалось все это сложно и непонятно. Так вот, это с точки зрения чтения текстов. Ну, надо добавить еще отдельные моменты по поводу чтения текста. Почему нужно постоянно менять позиции? Потому что это создает некую панорамность, да, панорамность видения. Дело в том, что никогда не бывает мысль изолированная, мысль, ну, или, можно сказать, никогда не бывает понятие изолированное. Да, все понятия, все мысли, они связаны, они составляют некое целое. И даже, ну, это каждый может на своем опыте обнаружить, да, там, что когда возникает одна мысль, и сразу как-то сопутствует другая какая-то мысль, там, ну, и так далее, они там как-то связаны. У разных людей эти мысли могут быть по-разному связаны. Одному, допустим, одна мысль указывает на другую мысль, а у другого эта связь совсем иная. Так вот, для того, чтобы эта связь не была какой-то стандартной штампованной, нужно постоянно вот практиковать эту панорамность, да, когда вы смотрите на некие, ну, допустим, считаете тексты, смотрите на некую проблему, да, вы должны видеть, как бы, глазами многих позиций одновременно, если так можно будет, попытаться посмотреть там с одной позиции, с позиции Деканта, с позиции Гигеля, с позиции Канта, с позиции, там, свои, там, с позиции Аристотеля и так далее, одновременно. Вот, допустим, есть понятие формы, да, можно эту понятие формы, она совсем иная у Аристотеля, совсем иная у Канта. Зато как кажем, если что слово одинаковое, что-то говорится об одном и том же. У Гегеля это совершенно другое понятие. Конечно, это общая какая-то связь с понятием к понятию присутствует. Но, тем не менее, хочется существенно понимать и то, что является общим. Потому что общее – это самое простое, на что мы можем внимания обратить. Но не даром на философии начинается с того, что все есть одно. Что все и в некотором отношении рождественно друг друга. Самое сложное – это усмотреть различия. Вот как раз усматривание различий, для того чтобы практиковать усматривание различий, надо уметь видеть глазами панорамами. Надо видеть сразу одновременно с нескольких позиций. И тогда возникает вот это расслаивание. Знаете, как в кино, в 3D кино, из очки снять, там все так двоится, троится и так далее. Надо уметь троить это все, уметь понимать на самом деле, что нет какой-то одной мысли. Всегда существует система мыслей. Это опять же понимал Гегель. Он говорил, что у нас не бывает одного понятия. И настоящая философия всегда должна работать с системой понятия. И вообще стремиться к системности. Почему к системности? Потому что только в системе на самом деле существует вот эта взаимосвязь и взаимопереход. Правильно. Тут еще ведь важна и логическая сторона вопроса. Если у вас отдельные мысли, они изолированы от других мыслей, то у вас может возникнуть ассоциативная связь и тем самым нарушение логики. Потому что логика и ассоциативная связь, она не всегда сопутствует друг к другу. А надо стараться быть все-таки логичными. Поэтому надо всегда стараться строить систему понятий. То есть не смотреть как бы изолировано, а системно мыслить. Ну это стандартное как бы. Стандартное предложение мысли системно с какого-то момента достало приз в очевидным общее место. А до Гегеля, допустим, так и никто не понимал, что именно надо системно подходить к любым вопросам. Ну, как бы вот то, что я хотел сказать, что-то это... А, по поводу нашего семинара еще хотел добавить. Тут еще есть момент того, что... Почему? Я пытался делать доклады в одиночку. Вот там на сайте даже они так и есть. Мне вообще почему-то не удается. Даже тут есть какой-то такой момент, что когда ты человек один, то... Ну не знаем, что мне кажется. То есть может быть я что-то там плохо, а может быть все-таки это... Есть некие условия, да, при которых возможно что-то рассказывать. То есть это условие состоит в том, что присутствуют другие люди, да, слушатели. И что они, может быть, пассивным, но в некотором смысле активным способом, да, это стимулирует сам процесс, да, вот они вдумываются в то, что я хочу там сказать, да. Ну или когда я присутствую при докладах других, соответственно, я вдумываюсь. Вот это можно связать как-то вот с тем, что присутствует на Ростановке Хеллингена. Мы это тоже в свое время очень плотно обсуждали. Мы друг другу помогаем в том смысле, что создается некое пространство, да, общее пространство мышления. Если даже... Если один человек делает доклад, то другие ему помогают. Будущее просто соучастниками процесса, да. Они как бы напоминают, если так можно. Они как бы вдумываются, о чем я говорил. И поэтому на семинарах удается что-то сказать, а вот в одиночку не удается. То есть еще и в этом отношении очень важно. Поэтому мы еще и собираемся, если есть что-то интересное, если есть о чем доложиться, то дело... Это также важно для самого докладчика, допустим, для меня. У меня есть некая мысль, я хочу о ней рассказать. Дело даже не в том, что хочу я ее обсудить. Обсудить, конечно, это тоже важно. Но ведь часто люди, не владеющие, или там не успев... Не владеющие материалом, или люди, которые впервые это слышат, они не могут сразу среагировать, да, им нужно некое время, чтобы дойти, да. Поэтому мы повторяем семинары. Но вопрос сейчас не в том, что мы повторяем семинары. Это важно также и для меня, да. Я когда сделаю некий вброс, я сам себя слышу. У Гегеля... Я постоянно акцентируюсь Гегелю, потому что Гегель был в этом смысле очень эффективным техником. В смысле техники и философии надо всем учиться у Гегеля. Так вот, у Гегеля техника состоит следующим образом, да. Нужно обязательно овнешвлять свою философию, да. Что это означает? Это означает, что недостаточно просто внутри себя что-то копить, собирать там, что-то писать там. Нужно обязательно как бы выходить вовне и обязательно докладывать то, что внутри накопилось. Зачем это нужно делать? Потому что вот при этом овнешвлении сам ты понимаешь, что же собственно ты понимаешь, да. Как вот раньше говорили, человек настолько образован, да. Как можно выяснить образованность человека? Когда образованность проявляется в человеке, тогда, когда он забывает все, что учим в школе, в институте, да. И вот тогда вот остаток, который остается, является собственной его образованностью. То есть это тоже в некотором смысле та же самая схема, да. На самом деле можно бесконечно долго там читать какие-то тексты, делать выписки там, не знаю, там, это писать какие-то там статьи и так далее. Все это, кстати, писать статьи, это, нет, статьи писать, это важно. Как раз статьи, это тоже часть овнешвлении. Ну, самое важное, просто вот как бы быть публичным, да. Надо свои мысли выбрасывать, да, вовне, чтобы потом выбросить вовне, сделать проброс, потом их увидеть и обратно себе вернуть. Вот это вот овнешвление как бы постоянно присутствует во всех построениях Гейгер, да. Такое предмечивание, у него называется это предмечивание, да, мысли. Это важно не только даже в философии, это важно даже просто в обыкновенной психологической практике, в обыкновенной психопрактике. Потому что надо, что для того, чтобы понять себя, для того, чтобы понять, что есть я, да, надо же, можно, как это сделать, можно какие-то свои мысли по поводу того, что ты думаешь о себе высказать, да, в качестве предположения, но обязательно для этого нужен свидетель, да. И потом, как бы, в этом проговаривании можно понять, так это на самом деле или нет. Ну, я это постоянно метод практикую, да, я постоянно всем все рассказываю о себе, да, потому что, чтобы наконец выяснить на самом деле, дойти и дойти сток, познать самого себя, да, чтобы на самом деле понять, что же является только игрой, что же является только, вот условно говоря, там, наносным, а что является подлинным, да, что на самом деле это ток, что и можно сказать обо мне как истина, да. И этот метод, он, опять же, психологический метод, он важен именно и в философской точке зрения. Я же говорил о том, что у человека есть метод, да, и поэтому даже такие вещи, как психологические особенности, какие-то личные особенности, они играют роль, они играют роль, и поэтому надо их использовать. Надо использовать также и психологические методы для того, чтобы совершенствовать свою эффективность философии. Ну, вот в частности, таким психологическим методом является, допустим, ничего не сохранять внутри себя. Вот, допустим, вот есть люди, которые леют какие-то тайны, да, там, у них, допустим, есть там какая-то мудрая мысль, там, какая-то она у него там сокровенная, И он вот с этой мыслью носится, никому ее не рассказывает, и от того, что он знает об этой мысли, а никто не знает, человек думает, что вот он владеет какой-то высочайшей тайной, недоступной и смертной. На самом деле, как потом оказывается, если он случайно кому-то эту мысль расскажет, что это просто какая-то глупость, ходячий штат. И очень обидно, на самом деле, когда вот так вот разбивается огромная мечта, человек просто разрушается на глазах, он всю жизнь мечтал, всю жизнь велел какое-то там свое построение. А потом оказывается, что оказался на развале. Поэтому, чтобы такого не случилось, надо постоянно ничего не держать, никакую собственность не держаться. Надо все сообщать, все, что только есть, все рассказывать, ни за что не держаться. Рассказывать и в смысле философии, вот как делаю я. У меня есть какие-то мысли, бывает даже глупые, бывает даже, я потом понимаю, что они неправильные. Бывает даже, что они поспешные там, ну допустим, необдуманные какие-то, они бывают там терминологически построены неправильно. Ну, просто какие-то незрелые, какие-то сырые мысли. Но, тем не менее, я все равно спешу их сообщить. Почему? Во-первых, я хочу понять на самом деле, услышать самого себя, так это на самом деле или нет. Хочу услышать возможную критику. Хочу от них избавиться буквально с мыслями. Потому что, если я от них избавился, я уже могу спокойно заниматься другими вещами. Потому что эти мысли, они имеют такое свойство возвращаться. Да, они приходят к тебе и мучают. Так вот, дело ведь не только с мыслями, а также и с психологическими переживаниями. Ну, случилось какое-то переживание. У меня, допустим, умер год. Ну и что? Допустим, он страдал едва дня. Рассказал всем, поведал с речным, поперечным. Ну, и избавился от этого. Потому что и так во всем, на самом деле. И с позорными своими вещами, и даже с теми вещами, которыми можно гордиться. Все надо рассказывать, все надо внешлять, все делать, выбрасывать во вне. Потому что вот это выбрасывание во вне, да, примерно, и... Не надо, пока окончай, завтра заканчивайся, и надо. Почему как можно-то? Ну, я хочу рассказать про метод. Ну, ты рассказал уже. Нет, я хотел пояснить, почему это конкретно с метода своего. Если я говорю о том, что человек есть метод, то надо же показать, почему это состоит, допустим, лично мой метод. Нет, ну, как бы, просто вопрос состоит в том, что многие люди, да, идущие по терапии философии, по терапии мыслей... Ну, это тоже дидактическая штука. Ты рассказываешь опять внешним образом что-то. Ты опять рассказываешь внешним образом. Здесь внешним образом рассказываешь. Ну, так в чем? Ну, а это нужно, мне кажется, тем, которые, может быть, этой философией только начинающей, да, или которые, может быть, не очень в каких-то вещах что-то понимают. Они представляют, они думают, что надо книжки читать, там, или там, что-то там, что там надо делать, там. На самом деле, в философии надо просто заниматься самим собой. Потому что нет никакой другой философии, кроме личной. И если другой человек, там, если ты, кто-то из нас, там, берет философию Гегеля, да, и пытается сделать своей, то это всегда будет насилие. Всегда это будет в итоге, на самом деле, некий, это, крахом. Надо стараться не Гегеля, не гегельскую философию усваивать, а надо стараться усваивать свою философию. А Гегель, конечно, надо пользоваться теми достижениями, которые мы имеем в лице наших Титанов, Канта, Гегеля, Аристотеля, Платона, Хайдегеля и прочего. Конечно же, надо их читать, но на самом деле надо стараться понять, в чем состоит твоя личная мысль. Пусть эта мысль будет вначале некой куцей мысли, простой и может быть даже и смешной. Но она будет своя. И с такого зерна в итоге, в конце концов, может вырасти желток. И потом, более того, если есть собственная философия у человека, то он поймет и в чем состоит философия Гегеля, и Канта и прочее. Потому что только на такой почве, то есть на своей почве, можно понять что-то другое. Если бы я встаю на почве Канта, я-то, конечно, встаю, я уже опытный философ. А если какой-то неопытный философ становится на почве Канта, ну там видит целую тотальность, целый огромный мир. Сможет ли он этот мир исчерпать? Да не сможет, он всю жизнь может этим заниматься. А толку-то? Ну, ведь цель-то в любой философии состоит не в том, чтобы узнать, что он такого Канта умного сказал. А может быть, у нас цель-то состоит в другом? Цель состоит в другом. И у каждого человека есть какие-то личные цели. Ну, там, чтобы что-то познать, что-то понять, как на самом деле. Может быть, понять смысл жизни или еще что-то. Цель всегда и всегда другое. Поэтому, с точки зрения с этой цели, все такие вещи, как философия Канта, Гегель и прочие философии, это есть нечто проходящее. Их надо уметь усвоить и пройти дальше. И надо, на самом деле, создавать свою философию. И всегда свою. Какая бы она ни была смешная. Ну, ладно, если, конечно, там, если я так смотрю, не очень интересно уже сказал, да? Ну, да. Тебе вообще это... Ну, я просто хотел пояснить, почему очень важны вот семинары, почему я к ним так отношусь, это трепетно. Почему иногда наши семинары превращаются в некие сумбурные стычки, да? И почему даже, несмотря на то, что, вроде бы, эффективность с внешней точки зрения семинара маленькая, на самом деле, для меня они представляют собой огромную эффективность. Ну, это понятно. Потому что я в итоге, как бы, получаю огромное количество, ну, и возражений, информации, да, которые потом могу, как бы, использовать в дальнейшем. Ну, и, как бы, я уже говорил, как бы, это есть некая вот практика, да? Практика говорения, практика обнишивления или обремечивания своей мысли, да? Чтобы потом можешь, как бы, ее увидеть со стороны, понять на самом деле, представляет ли она собой что-то существенное, или это все-таки фантазия. Потому что, на самом деле, во многом, как бы, в философии же тоже присутствует очень много фантазий. Люди же, на самом деле, это фантазируют, только успевают. А как-то мне понравился, один Росницын, что очень интересно сказал, но философу невозможно понять, если сначала не придумать, что он не родит, да? В некотором смысле сначала надо придумать, допустим, Канта, да, как может философию Канта понять, что? Потом его, на самом деле, понять. Вот, твое возражение, что доклад не дедактически. Да, я считаю... Что это разговор о... Разговор не по сути, а разговор о... Я тебе могу сказать. А по поводу, что у каждого человека есть метод, я знаешь, что об этом думаю. Я думаю, полное представление обрести. Что у каждого человека есть собственный метод. А там есть не каждый человек. Есть метод, как в физике есть. То есть, еще раз я сказал, про философии там. Только философии там. И философии не так. В некотором смысле в религии так же. Каждый человек в религии тоже метод. Но нету и способа... В религии вообще там ни о методе, ни речи не идет. Нет, я еще раз говорю, в том же смысле, в каком можно было бы говорить, если бы можно было бы говорить о методе, в религии точно так же и философии. Я помню, в том же способе, как, например, художник. Какой у художника может быть метод? У него есть техника и вдохновение. Техника есть, да. Вот философия в некоторых раз. А у людей, которые занимаются более инфраструктуральной деятельностью, чем жилописи, у них еще и метод есть, помимо техники. Техника есть. Ну, какой у тебя, хорошо, если есть методы философии, какие? Какие методы философии? Ну, методы, а чем был Геггерский метод, не метод? Ну, правильно, кроме Геггера, этот метод никто не освоил. А помимо Кантовский... Никто не освоил Курмитана. Тоже, тоже не метод. Почему? Кто еще, хорошо, кто? Тоже, они не стали известны. Да, это вот старак. Кто в Геггерский метод, кто в Геггерский метод, кто в Геггерский метод? До сих пор жив, до сих пор существуют архивные методы. Нет, существует, но совершенно не в том, в котором занимался Геггерский метод. И техникой, и методом его люди владеют. Еще раз говорю, в конце концов, философия свелась к тому, что каждый философ создает свою философию. Нет, это... Даже Геггерианцы, которые якобы были последовательными Геггери в итоге, все равно создали стремление. С Геггерем это не получилось. Есть? Потому что тяжело. С Геггерем тяжело, не получилось. Это не получается не с Геггерианцем. А скатами и гусарами почему нет? И это не с Геггерианцем получается, и Готианцев-то нет. Точно так же сказали, что вот у тебя есть квантная механика, есть несколько человек в начале ей владели, они широко известны. Нет. А потом это значит, что люди не широко известны. Дело в том, что все-таки квантная механика является наукой экспериментальной и теоретической, там теоретические вещи можно в математической форме какой-то изобразить, и они будут общепринятыми, общезначными. С философией? Нету такого. С философией? Нету такого. Ну нет ни языка такого. Общезначимый язык у нас есть, на котором мы можем философствовать, у нас в кружке может быть есть. А вообще говоря, общезначимый язык философии есть, его нет. Так и общего значимого языка физики нет? Есть общезначимый язык физики. Ну как это он есть, общезначимый? Ну он популирует в частности на математике. Общезначимый язык физики. Это у нас общезначимый. Расскажи мне, как эта квантная механика для всех общезначима? Да одна сотая процента. Представляете, что это такое? Кто, кто, кто... Нет, это же вопрос уже немножко другой. Кто его... Знать-то могут там и очень мало людей, но изолокаясь это... Она стандартная, некий набор как бы стандартной формул, как... Другой человек, который захочет понять, кто такой Панто Михайлович, он потратит какое-то время и понять. Точно так же. Нет этого. То есть суть, что этого нет философии. Что с философией точно так же. Если ты можешь, пытаешься понять Гигеля, то ты сядешь его и поймешь. Нет. Вот это как показывает практика, не получается. Это от твоих возможностей. Нет. Вот, например, что... Как и с физикой. Что подавляющее большинство квантовой механика, как и математика, недоступно. И с философией точно так же. Хорошо. Вот Олег Павлович Наговицы. Я тебе уверяю, в полном основании говорю, он не понимает Гигеля. Он что-то говорит, он вроде знает Гигеля, но каждый раз я смотрю на него и думаю, ну как же так? У него там... Вот он последний раз излагал там Гигеля и говорил, что у него там являются... сколько он там говорил? Три момента являются, да, там? Какие это три момента-то? Понимаешь? Какие три момента одного? У него даже у Олега Михайловича казалось, ну уж куда дальше-то ходить? И то в своем понимании Гигеля. У меня другое понимание Гигеля. Я подозреваю, что у тебя вообще-то еще третье. И нет никакого единого понимания Гигеля и не будет никогда. Тогда и Гигеля как такового нет. Правильно, вот только фишка у тебя есть. Так фишка? Есть некий набор слова. Есть слово Гегель, есть слово Канн. Я не понял на самом деле, о чем я говорю. Конечно же, пытаться понимать Гигеля и пытаться... Так нафиг вы вообще понимаете тогда? Даже и пытаться не стоит. Нет. Потому что все равно у меня будет одно, он говорит, второе. Давай в крайность не падать. В крайность? Я тебе просто говорю, что... Нет, это крайность уже. Это не крайность. Я тебе говорю, что есть некая серединная как раз позиция. Точно так же и по поводу квантовой механики. У тебя есть некая квантовая механика, но до конца, уверяю тебя, не один из... Я не понимаю вообще. Я вообще не понимаю. Хорошо, квантовая механика, квантовая механика... Больше не создателя. Да, я понял. Ну, что квантовая механика? Много наук есть, они проверяются просто. Понимаешь, есть такое понятие, как верифицируемость на опыте. Понимаешь? Если, допустим, ты что-то не понимаешь, ты можешь поставить опыт и проверить на опыте. Ну, может быть. Конечно, квантовая механика это не так просто. А раньше была простая... Раньше как, например, общались люди, научно физическую складу мало? Они просто читали статьи, ставили опыты и проверяли, так это или нет, и убеждали, что это так. И тем самым понимали всё, что там можно понять. А как иначе-то? Ну, где у нас такой независимый метод, который мог бы подтвердить мою право... Вы что так же и с философией точно так же? Нет, подожди, подожди. Ещё раз. В смысле эксперимента 100%. Ещё раз. Вот ты вот каждый раз, каждый раз наблюдается одно и то же. Ты каждый раз сваливаешь все проблемы в кучу, как мусорное ведро. Естественно, люди, вот мы с тобой, и там тот, что и Олег Микалыч, и другие, можем в результате долго вообще не договориться о словах. И понятия, это, допустим, философию Гегеля как-то одинаково. И у нас есть внутренний опыт и прочее. Но мы, тем не менее, для того, чтобы приобщить к этому пониманию другого человека извне, опять же должны потратить очень много времени. Ну это что, первый раз это случается, что ли? А что у нас, если ты попытаешься к физике, к новому разделу математики, приобщить человека со стороны, ты не потратишь? Нет, он может сам взять учебники, почитать и перечиться. Да, именно так. Но это не так. И так же, ты можешь точно так же и взять учебники по философии, взять и взять Гегеля и читать. И не поймёшь, и не поймёшь, это я уверяюсь в полном основании. Может бесконечно... С физикой точно так. Нет, с физикой это не точно так. Ты тоже можешь не понять, что там есть. Можешь не понять, но вопрос состоит то, что... А можешь и понять? Нет, вопрос состоит то, что у физики есть всеобщие общезначимые способы, каким образом её понимать. В философии таких общезначенных и общепризнанных способов нет. Каждый тянет дело в свою сторону. Это не связано ни с тем, что таких общезначимых, а потому что люди, которые владеют философским дискурсом, гораздо меньше, чем людей, которые владеют, скажем, физико-матическим дискурсом. Просто их меньше. Почему же за такой огромный период вообще как бы не удаётся... Условно говоря, математика там всё-таки является одной большой наукой, да? Там нет какой-то математики разных людей. Просто есть большая наука математика, у которой отдельные люди там что-то работают. Так же с физикой, с биологией, с геологией, любой другой наукой. По поводу математики это точно не так. А почему в философии получается? Что точно не так? Вот это точно по поводу. То есть есть математика там одного человека, есть математика другого человека? Да, что у тебя есть, по большому счёту, три больших сегмента математики. Есть, собственно, математика, которую вы все знают. А есть теоретика, мороженый подход. Там по-своему. А есть ещё самая известная школьная геометрия Фррида. Там вообще по-своему. Да это всё понятно. Только просто это всё разделы отдельные, разные разделы математики. Можно, к одному и тому же вопросу, подходить с разных позиций и использовать разные подходы. Но всё равно эти все подходы общезначимы. Они общепризнаны. Что значит, что они общезначимы? Что, все парадоксы теории множество, они что, общезначимы? Общезначимы это не значит, что... Общезначимы это значит, что любой человек, который будет в этом разбираться, в конце концов разберётся. Может быть, в конкретном виде... Конкретно так же и с философией. Вот человек будет брать и разбираться, и разберется. Если у него есть «あ» свободное время, «а» необходимые для текста. Так вот не получается. Я считаю, что философия — это талант бесполезный. Можно любому какого угода разбираться, и никогда не разберется. Потому что, для этого, надо что-то иметь, как как бы, Fundенность, да. Это точно также, как в искусстве. Может какое угодно научиться картины рисовать. Сколько угодно научиться! Ну не будет он все равно из истории рисовать красиво. С того простого факта, что одни не могут отбираться в философии, а другой нет, следует, что философия не является отдельно взятой конкретной человеком. Является точно так же, как в искусстве. В искусстве художником кто является? Тот, кто умеет рисовать, что ли? Или все-таки художником является тот, кто чем-то таким внутренним владеет, каким-то вдохновением, что-то такое имеет? Каждый может научиться рисовать, тем не менее, художниками становятся почему-то отдельные какие-то выдающиеся личности. Ну, становятся... Ну почему? Что из того? Точно так же в философии, каждый умеет мыслить. И что из того? Источниками из физики, что становятся отдельными... С точки зрения физики нет... Физики становятся несколько человек. Ещё раз говорю. Они все. Естественно, везде есть выдающиеся, невыдающиеся. С художниками так, и с колоссальными так. Нет, нет, нет. И с физиками так, и с математикой, тем более. мысль состоит то что в физике есть верифицируемый метод каким образом можно зайти на понимание этой науки верифицируемого метода каким способом можно зайти на философию или каким образом стать выдающимся художником нет именно почему потому что там существенную роль играет вдохновение понимаешь существенную роль это непонятно оттуда берется этому трудно научить можно сколько угодно учиться 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 и все равно не научиться ну тут это это то что называется как бы да понимаешь вот он есть либо он есть либо нет но я не говорю о том что он на самом деле должен быть выдающимся обязательно просто философией некоторые люди никогда не поймут философию гегеля не потому что это я этим вопросом очень за этим вопросом интересовался зададите пожалуйста ну это как-то стоите ну либо туда либо снимает домой снимает я этим вопросом просто я всегда интересовался в связи с точки зрения физика я выиграл очень много всевозможных олимпиад по физике и при этом что поразительно и не выиграл ни одной даже самый районный самый несчастный олимпиады по математике казалось ближние вещи это было бы еще странно но дело в том что у меня там я была школьчица вера михайловна калачихина она сама принята математике и возилась возилась из-за ученых математической школы это было и так далее и так далее а с физикой не произошло так почему-то как все получалось но никто не возился у меня не было такого преподавателя по физике скажем царе школы даже никто не исключает понять это просто никто этого понять не просто метод метод восхождение физики и в науках верифицируемых которые есть как бы некий общий алгоритм он не волнуйте общий формат есть это вообще самое знаменитое уравнение декарта вот он вроде карта это дирака поведение не надо предпример приводить которые вообще не ясны но нам будет с тобой ясно больше никому знаменитый чем знаменитый то что написали это поведение литвы ну и что точно точно так же когда он получил большое количество людей сказали как это так все просто это все давно могли это получить не получили же я не говорю о том что гениальность не играет роль во всех этих науках просто дело состоит в том что там способ восхождения да просто да проблема по отношению к философии первую очередь я помню бирман да помнишь это нам объяснял все время на кафедре мат физики он говорит почему хороший математики не сильно отличается от плохого математика то есть большая разница между хорошим врачом и плохим урочем гораздо больше и плохим и посредственным очень гораздо больше чем между хорошим математиком и посредством тематика странно тогда и казалось а он объяснял это следующем образом утром говорит у нас здесь есть но у ка там наука находится зачаточной системе чем Более слабая и зачаточная наука, и большая разница между этими людьми. Так же и с философией, поскольку у них предмет чрезвычайно сложный. Да ну какой предмет? В чем состоит предмет философии? Ну давай тогда пойдемте. Ну в основном, а если ты скажешь то, что другой скажет мышление, третий скажет... И будет то же самое, если вы скажете... Третий скажет Бог... И он скажет, что это будет мышление. Почему это будет то же самое? Это тебе будет казаться то же самое с твоей позиции. А с твоей позиции годы будут разные. А ребята опять скажут, что философия это есть коллекционирование марок. Да это дело не в коллекционировании марок. Ясно же, что философия не коллекционирование марок. Ну что он скажет, я же тебе говорю другие способы. Смотря на то, что все науки делятся на физику... Можно сказать, что философия это мышление-мышление. Можно сказать, что философия это изучение предельных оснований бытия. А можно сказать, что философия это изучение предельных понятий. Потому что философия это теория познания. Там много можно что сказать. Ну все, 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 да? Почему все-то? Можно еще посидеть. Можно сказать, философии, это этика. Нет, я все, я высказался. Можно сказать, что философия, это способ постижения. Я не думаю, что это стоит еще дальше тиражировать, я свою позицию высказал. Да это правильно, но и она осталась в твоей позиции. В том-то и состоится суть, что нет никакой философии, как некого общего движения. Она, конечно, как общее движение присутствует. Но просто передача философии от древности нам состоит в том, что у нас нету способа зафиксировать эту философию никак. У нас этого способа нет. И каждый вновь рождающийся философ должен всю эту философию заново постелить. Все равно она же как-то базируется на опыте каком-то, а опыт-то разный. Как и физика. Он заново родился, ему надо снова постекать. Обычно это происходит. Понятно, только физика состоит в том, что все явления природы повторяются, а явления человеческой жизни не обязательно. У людей могут быть разные совершенно разные опыты. Ну понятно, поэтому у древних греков и современных русских одинаковая физика. А что далеко ходить? Я тебе могу указать существенные основания разницы сознания и мышления. Ты же не понимаешь этого. Ты не понимаешь, и я уверен, что там будут смотреть, и вряд ли кто-то вообще это понимает, о чем я говорю. Для меня это настолько очевидно, что я даже не понимаю, как это можно не понимать. А для других это непонятно. Я могу и философии Гигеля показать, Канта показать, могу это собственные основания привести. Я уже там на сайте столько всего по этому поводу изложил, никто ведь ничего так и не понял. Хотя это для меня настолько элементарно, что мне иногда даже как бы просто грустно, потому что уже я никак... Проще можно объяснить, условно мне только пропередить, но больше уже никак. Не могу и раз. Не, ну на самом деле. Ну понятно. Ну по-моему же в чем состоит? Если существуют такие вещи, которые невозможно объяснить, так что надо делать? Как это можно объяснить иначе? Как еще можно что-то сделать? В математике есть некий общий формализм. Можно в этот... Твои личные какие-то способы размышления, конечно же, может быть там совершенно неизвестные, там какие-то, да, вот твой личный метод, да, там, математический. Можно же взять, втиснуть в какой-то аппарат, и людям это предоставить, а не аппарат, посмотреть и все поймут. А как? А что философия втискивает? Кроме языка у нас ничего нет. А язык у нас... Ну понятно. Настолько произвольный там. Нет. За каждым понятием... Я говорю слово сознание, а люди не понимают, что бы... Я говорю единственное слово сознание. Они говорят, да мы такой детьми никогда не знали. Позди, спроси, стоя, что каждый человек является индивидуальным методом. Свои индивидуальные... Еще раз, еще раз говорю, не индивидуальный человек, а каждый философ как индивидуальный человек. Потому что для того, чтобы стать методом, нужно много... А разница между философом и не философом есть? Состоит то, что чилософ этот метод своим трудом, он как бы его созидает. Он специально на него работает. Он читает тексты, он думает и так далее. Обыкновенный человек... Он тоже тексты не читает, а то не философ. Нет, дело не в этом. Обыкновенный человек всю жизнь, на самом деле, может существовать в каком-то одном простом методе. Самым каким-нибудь примитивным свершим. У него там мысль состоит то, что как пожрать, как телевизор. Но вот это уже он не перестает быть философом. Он и нет. Вот и меня и не угодит. Он наоборот является... Я же тебе сказал, что если я думаю, что философия это да, как же там любой человек является философом? Не является любой человек философом? Я же много раз говорил. Так в том, что мы с какого-то художника. Правильно, не любой человек является философом. И задай эту возможность как отличить человека, который просто живет от так называемого философа. Да я-то думал как раз, что это и есть элементарщина. Я не хотел такими даже заниматься. Это и так было понятно. Я же объяснил, а чем разница? Разница состоит в том, что философия это своего рода, некого рода искусство. Этому искусству надо долго учиться. И может быть за некоторое время читать тексты там. А что-то самому там... То есть чему-то надо учиться? Чему-то надо учиться. Всегда надо учиться. Всегда. Иногда может быть полезным до какого-то время быть кондианцем. Я, допустим, Нитшансом был, и Гильянцем был, и Лосевцем был. Все это как бы нужно. Надо проходить некую школу. Подчиняться некоторым правилам, в этих правилах жить. Почему нет? Это тоже же некая школа. Другое дело, что у нас... Для чего все это делается? Это делается для того, чтобы выработать себя как метод. Чтобы стать методом. Вот я уже есть просто воплощенный метод. Понимаешь? На меня можно смотреть уже не как человека. Я уже просто как метод. Я просто есть тот самый метод. Чистый разум. Причем здесь чистый разум. Вот видишь, ты даже не понимаешь, чем идет метод. Это живое. Причем здесь чистый какой-то. Нет никакой чистоты. Я не к этому. Я могу тебе сказать, что... Я тебе могу сказать, что, напротив, это как бы... Дело не в поставстве, конечно. Например, я многие вещи, которые иногда я просто вижу, я понимаю, что они бессмысленны. Например, как бы разбираться. Философия, например, нагарится. Она же тупиковая. Мне же бесполезно развиваться. Я же каждый раз, когда мы барахтываемся, я же каждый раз понимаю, что она ограничена. Тот способ, каким он пытается философствовать, он настолько уже ясен и просто, что там уже делать-то просто нечего. Чего там? Заниматься практикой просто? Для того, чтобы упало свою голову прояснение? Она мне это уже давно уже ясна, это все. Просто от и до ясна. Я даже знаю, какие есть выходы и куда, и почему это на самом деле, почему надо по-другому двигаться. Вопрос же в этом именно состоит. Я не говорю о том, что философия недоступна людям. Я говорю, вполне доступна. Но вопрос состоит в том, что она настолько многосложная вещь. А почему многосложная? Потому что нет формализма, потому что нет общезначимых каких-то истин, нет общезначимых каких-то там терминов, допустим, математического метода, метода каких-то методов отделимых, нет вообще значимого. Ничего этого нет. И всего этого каждый раз, каждый из нас, я имею в виду философу, барахтается в некой как бы усереде и должен как-то сам использовать какие-то свои личные наработки, использовать наработки других философов, что-то там пытаться понимать. В этом состоит суть. Именно поэтому приходится стать методом, потому что иначе как? Иначе каждый раз бы в это приходится, так говорю, посчитает Гегель, становится Гегель, сочетает Канты, становится Хартианцев. И так далее. А то, что я говорю, является дидактическим, я считаю, что, ну, можно что угодно сделать дидактическим, но мне кажется, такие вопросы очень важны. Они, во-первых, важны, и для меня важны, и для многих важны. Они проясняют некие вещи. Ну, у нас же не закрытый себе наш, что, типа, вот там, давайте там будем, я могу сделать такой доклад, что вообще тут просто никто вообще не поймет. Может, вообще никогда не поймет. Не потому что я суперумный, а потому что у меня есть какие-то свои термины, да, как и додуманные там, свои как-то реальности. Я могу в них уйти и все. И на своих терминах в этих жить. И что? Ну, я буду тут самые умные ходить. И что толку от того, что я буду таким самым умным? Я же пытаюсь, то, что я сам понимаю на своих терминах, да, в своем языке, пытаюсь выразить на языке обычном. Пытаюсь донести, пытаюсь просто поделиться там. Нужно это другим, не нужно это другой разговор. Но, тем не менее, мне кажется, что многим нужно. Надо делиться условно говоря. Зачем мы люди живем? Помогать друг другу, экономить время. Каждый человек пытается что-то, как бы, для чего-то понять в этой жизни. Если вам вдруг, на самом деле, благодаря тому, что я ему что-то укажу на то, что уже проверено опытом, если он попытается это использовать, то, наверное, у нас сэкономит много времени. Он, может быть, когда-нибудь дойдет до этого своему. Ну, сколько бы для этого надо потратить время? Вообще же, вот, все же с этим связано. Зачем наука? Зачем культура? Зачем все это зафиксировано? Для того, чтобы мы, люди, могли, на самом деле, свою жизнь увеличить, да, уинтенсифицировать. Так бы пришлось, если бы сейчас вот все стереть, там, всю информацию, все знание, все заново начать. И каждый человек рождался, и все заново начинал. С какими этими успехами на эффективность? Неизвестно. А так, вроде, сохраняется нечто, так как мы это передаем, транслируем от поколения к поколению знания. И благодаря этому можем развивать нечто дальше. Я вообще затою за то, чтобы развивать философию дальше. Я просто вижу уже, куда ее можно дальше двигать. Для меня это только важно. Если однажды я пойму, что все, уже двигаться некуда, я, наверное, другими делами займусь. Дидактика важна. Я еще раз и буду постоянно на этом наставить, потому что дидактики проговариваются, опять же, некие термины, некие истины, которые, надо же либо согласиться с ними, или посчитать, что они не таковы. Вот я, например, куча докладов сделал про Гигель. Так, ты считаешь, что так, как я рассказал, так Гигель и есть, или ты считаешь, что на самом деле как-то по-другому? Ты нормально рассказал, что-то. Почему? Правильно. Правильно. Но он дидактический. Что он не по-конкретному, так что-то... Еще раз, если я пойду по-конкретному, будет, может быть, понятно тебе, но будет непонятно другим. Как это? Ну, там, например, это... Чувство замечательно мы сделали, что является постигаемым чувством. Ну, вот, вообще-то, не дадут философский результат. А где он не дадут философский результат? А когда рассказывают, что Гигель является этим, что философия служанка богословия, это внешний разговор. Я теперь объясню, почему это так, почему это важный результат. Дело в том, что очень важно отсыпить от себя всякого рода некоторые вещи. Вот здесь, в философии Гигеля есть философиканты. Ими надо отнестись. Все-таки это были выдающиеся люди, да? И систему строили, так сказать, своего рода там выдающиеся. Никто сейчас уже такими системами не занимается, никто их создать не может реально. Силеных не хватает. Понимаешь? Пошли более мелкие люди. Надо попытаться понять, на самом деле, что они сказали, это во-первых, а во-вторых, на самом деле, надо понять, где проходят границы и к философии, а где начинается твоя личная. Я же должен понимать, допустим, я буду говорить, что вот я что-то там такое думаю. Ну, а где тут проходят границы? Что думает Гигеля? Что по этому поводу думает Канн? Надо же быть справедливым, эти люди тоже о чем-то думали. Вот, например, моя тема главная вообще по жизни сейчас создательного. Я могу говорить, я занимаюсь честно сознанием. Все остальное для меня это постольку поскольку. Вот я занимаюсь сознанием, а все остальное в связи с этим. Допустим, Гигелем, Кантом или Дегардом занимаюсь только в связи с этим. Сами по себе мне может быть не очень интересно, особенно. И мне важно на самом деле, что ты как раз в этом разрезе они говорят. И поэтому приходится с этим разбираться. Я не могу так сказать просто на пустом месте. Начинаешь на пустом месте и говорить, люди вообще не понимают, потому что координат-то нет. Надо же координаты задать. Так-то они, Канты, Гигели считали, какие-то координаты у них в голове есть. Если начинаешь говорить в терминах Канты и Гигеля, люди начинают тебя понимать. Даже я же не первый раз же наблюдаю. Начинаешь что-то свое излагать, люди ставят на тебя, смотрят, ничего не понимают. Говоришь, а вот это примерно то, что говорил Кант здесь, а примерно то, что говорил Гигель здесь. И они начинают тебя понимать. Ну еще проблема понимания. Как раз философия это одна из важнейших проблем. Проблема взаимопонимания. Можно, конечно, договориться. Вот на семинаре на Горисовичном мы в итоге благодаря... Сколько семинар длится? 20 лет? Ну типа. Ну мы договорились до чего-то там. Теперь мы друг друга хорошо понимаем. Ну сколько надо было потратить времени и усилий, чтобы этого добиться? Правильно? Точно так же сейчас на сайте философского шторма что происходит? Некое утрястко понимания. Есть, например, по поводу философии Канта, по поводу философии Гегеля. Надо добиться некого взаимопонимания. Либо это так, либо это не так. А не так на самом деле. У нас же как происходит? На самом деле люди, каждый думает по-своему, как бы, и не хотят никак найти общего понимания. Ведь надо... Ты правильно же говоришь? Есть некое общее понимание. И к нему надо стремиться. Но это на самом деле процесс. Заранее это неизвестно, что это так. Очень много людей, например, неправильно понимают философию Канта. Или неправильно понимают философию Гегеля. Я уверяю на самом деле, это так. Тут как-то к нам кантианец приходил. И что? Вообще к философию Канта, он даже, даже на это... начал говорить, было сразу понятно, что он вообще еще не понимает. Помнишь, кантианец-то приходил к нам? Да мальчик с Антоновичем. Да. Типа кантианец, он типа что-то понимает. Это... спросил, а что такое форма у Канта? Ну и все, все этим кончилось. Ну ладно.